Воскресное утро. Боевики киевского режима снова наносят удар по мирно спящим микрорайонам Белгорода. В этот раз под ударом частный сектор. Сейчас мы находимся на месте прилета. Здесь уже работают оперативные службы. Пожарные тушат возгорание на верхних этажах дома. Живут здесь пенсионеры. Пострадала женщина. Ожог руки второй степени. Медики оказали помощь на месте. Госпитализация не потребовалась. Разрушение и в соседнем доме. Удар был сильный. Грохот был сильный. Аж, как говорится, двери все открылись. Жена и дети побежали в подвал спускаться. У нас, когда включается сирена, мы бежим в подвал. Дети убежали, а я не успел. Я был в коридоре. Получается, взрывной волной ударился в косяк двери. Потом вышел сразу. Понял, что соседский дом, потому что запах. И пошел кушать в соседний дом. Там плавится вошло. ПВО уничтожило 10 реактивных снарядов системы «Вампир». Разлет частей сбитых ракет сразу на нескольких улицах. В одном из дворов мужчина помогает газовикам устранять последствия. Ваши действия какие? Ну, а что, позвонил 112. Ну и все. И начали подъезжать все службы. Все оперативно? Ну, максимум 5 минут есть. Все-все быстро. Вы не пострадали в доме, кто был, кто не пострадал? Жена была в доме, я на кухне. Ну, еще раннее утро. Не, стекла побиты, только крыши и прочее, прочее. Сами нормально. Уже у нас раз было. По запрошенному году, только на огороде. 40 метров забора. Под самую землю слезло. Самое главное, что сами живы. А остальное все это осталось. Машина вот эта пострадала. Порт сильно пострадал. Ворали. Вторая машина выгрыжила. У соседей взрывной волной выбило стекла. Я услышала, слава богу, сирену. И заскочила с кухни, вот с той, где побила с летней. И в этот момент посыпались стекла. Я услышала. Ну, конечно, напугалась. Слава богу, не пострадали. А так-то, конечно, все страшно. Переезжаем к еще одному пострадавшему домовладению. Обломки повредили фасад и окна. Срезали деревья. Ребенка вывезла, слава богу. Вот в ее спальню как раз прилетела. Я вниз спустилась на первый этаж, как только сирену услышала. А потом уже момент взрыва видела. Вот здесь взрыв. И потом все черное. Я успела только до первого этажа добежать. Спала еще. Поэтому, выходной же. До первого этажа успела спуститься. Вот окна, наверное, на первом этаже навес спали. А вот Людмилу Тимофеевну спасла ее собака. Говорит, это уже не в первый раз. Чуткий хвостатый, реагирует на опасность и сам тащит в дом. За минуту до взрыва затащила в дом. И все. Прям почувствовала, как будто. Да, забыла и затащила. Все в порядке. Живы, здоровы. Всего в областной столице после воскресного утреннего обстрела выбиты окна в одной квартире, повреждены 18 частных домов и 3 машины. Богдан Ресланов, Кирилл Афанасьев. Программа «Такой день» на Мире Белогория.